...искушение, но избавьи нас от Бога Бога. Я готовить царство и сила и слава в веки. Аминь. Спаси Господи и помилуй путешествующих, протерея Кима, Игоря, Елену и всех православных христиан, пути находящихся. Спаси Господи и помилуй болящих рабов Твоих, Сергия парализованного, Анастасию, Евдокию, Любу, Анну, Александру, Татьяну, Неанилу, Марию, Раису, Валентину и всех болящих братьев, сестер. Посети милостью Твоей, облегчи их страдания. Благослови, Господи, нас и детей наших, детям даруй страха Твоего, веры и послушания, любви к Тебе и к ближним. Тебе за все хвала, слава, честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Всесвятая Троица, недосущная держава, Нераздельная сакта все благих вина, Благоволи же о мне грешнем, утверди в разуме сердце мое, И всю мою эту мескверну, просвети мою мысль, Да всегда славлю, пою и поклоняйся и глаголю, Един Свят, Един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Будь имя Господне благословено отныне и до века, Будь имя Господне благословено отныне и до века, Благоволи Господне благословено отныне и до века, Будь имя 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 Господне благословено отныне и до века, Субтитры подогнал «Симон» 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 Аминь Достойно истинно Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Достойно истинно «Симон» Достойно истинно Достойно истинно Достойно истинно «Симон» «Симон» Достойно истинно истинно Достойно истинно истинно Достойно истинно истинно «Симон» Грех перешел, как печальное наследие грехопадения Адамова, во всех людей, его потомков, обратился для человека как бы во вторую его природу, сделал человека как бы по естеству чадом гнева и потребовал для своего исцеления величайшей и всемирной жертвы, смерти Сына Божия. Грех и ныне отравляет нам всякую радость, лежит смертельной горечью на дне всякого удовольствия, и как тяжкие гири на крыльях нашего духа, влечет нас долу вниз, от неба к земле, от Бога к миру и дьяволу. Это именуемый в христианском учении грех первородный. С детства известна эта истина каждому христианину, хотя сколько-нибудь вкусившему от христианского учения. И все-таки, к сожалению, она забывается людьми совершенно и до конца. Ее часто-часто нужно напоминать людям на всех поприщах жизни. Присмотритесь к окружающему нас миру, прислушайтесь к тому, что говорят и пишут, Какая всегда и везде слышится у всех глубокая вера в силы человека, в его нравственные достоинства. Послушаешь иногда, как легко всех обратить в святых, а людскую жизнь сделать раем. Послушаешь толстого, нового лжеименного учителя жизни, нашумевшего на всю Россию. Не суди, не сажай в тюрьмы, не наказывай, никого и ни к чему не принуждай. По мнению этого учителя, стоит только человека предоставить себе, стоит только обратиться к нему с добрым словом, и в нем непременно восторжествует доброе начало, и только они одни. Послушаешь какого-либо новободного воспитателя, зачем, говорят, стеснение для юных, зачем правила, предписания, наказания. Предоставьте, мол, юным полную свободу, и в них заговорят сами собой добрые стремления, добрые порывы. Послушаешь политика или общественного деятеля, говорящего или пишущего в газете. Опять те же речи о свободе, о врожденных добрых свойствах человека, которые непременно в нем воздействуют и дадут ему рай на земле. Лишь бы его не стесняли. Какая односторонность, односторонность, какое заблуждение, какое упорное нежелание видеть самые очевидные истины, точно какая-то слепота обуяла современных деятелей и мыслителей. Точно не видят они, как рядом с добром живет и зло, как идем мы в жизни среди заблуждений, ошибок и падений вольных и невольных. Точно не чувствуют они в себе самих, как что-то тянет нас на зло при полном сознании и признании, что зло противно, греховно, отвратительно. Это знали и чувствовали даже древние язычники, наиболее вдумчивые, но особенно хорошо познали это и показали людям истинные и искренние христиане, наблюдавшие за своей духовной жизнью. Павел Леопостол не был велик, но как он горько и пагубно заблуждался, когда гнал Церковь Божию. Он ли не обладал силой в воле, он ли не мог подавить себе все дурные влечения, но он-то именно и говорит, знаю, что не живет во мне добрая, желание добра есть во мне, но чтобы сделать его, того не нахожу. Доброе, которое люблю, не делаю, а злое, которое ненавижу, делаю. По внутреннему человеку соуслаждаюсь закону Божию, но в членах моих вижу иной закон, противоречащий закону ума моего и связующий меня с законом греховным, сущим в членах моих. Окаянин есть человек. Риммэнам 7 глава. Этот вопль апостола есть вопль всего грешного человечества. И пока человек будет пить грех, как воду, да то ли он будет в отчуждении у Бога от истинной жизни, от истинного счастья. И все эти преувеличенные надежды, и эта вера в добрые силы человека, все, что так льстит нашему самолюбию, все разлетится в прах и останется бесплодным. Тому свидетельство и доказательство опыт веков. Спаситель наш в ныне читаемом Евангелии и дает всем векам знаменательный урок. Грех есть начало и корень всех болезней и несчастий. Кто хочет добра себе и другим, кто хочет истинно служить благу общества, государства, тот паче всего должен бороться с грехом. Поставим мы себе это за правило. Будем бегать греха. Будем вдумчиво и зорко стоять на страже своего нравственного восхождения. Будем работать Богу и правде. Ибо скорбь и теснота на всякую душу человека, делающего злое. Кремленам 2.9 И напротив, блажен, кому отпущено беззаконие и прикрыт грех. Блажен муж, которому не вменит Господь греха его. Какова была бы жизнь человека, если бы Господь не обещал этого помилования? Что было бы с человеком, если бы каждый грех, содеянный им от времен детства, тяготел над ним справедливым Божьим гневом, мы бы утонули в этих беззакониях, и они превзошли бы главу нашу. Тогда преимуществом доброго было бы только сплошное бесконечное страдание. Ибо чем утонченнее совесть, тем, чем глубже вдумчивость и самонаблюдение, тем тяжелее было бы человеку вспоминать все свои грехи и падения. Но вот за покаяние и веру в искупительное страдание нашего Спасителя нам дарутся прощение грехов. Какое забвение прошлого! Какое облегчение совести! Какая бодрость, обушевление, подъем Духа для большего и большего нравственного восхождения! Тогда-то вырывается слово великого и глубокого, но не горделивого, а смиренного сознания человеком своей нравственной силы, силы, невиданной в мире. Все могу, говорит апостол, все могу, но прибавляет в укрепляющем меня Иисусе Христе. Будем же больше всего на свете бояться греха и будем в покаянии, в содеянном грехе, искать бодрости и силы. И тогда мы грехами расслабленные уподобимся евангельскому верующему расслабленному. Милосердный Спаситель и нам скажет, видя веру нашу, прощаются тебе грехи твои и укрепятся расслабленные колена. Чудо совершится, расслабленный встанет и жизнь его, свободная от греха, будет полна и благословенна. Аминь. Из поучений Протерея Иоанна Восторгова, том 2, страница 121. Боже, будь милостив к нам, бешен. Сотворивший нас голосом, помилуй нас. Вячеславе, загрешил Господь, прости нас, грешных, помилуй и благослови. Аминь. С воскресеньем, Господи, ищущих. Игорь Негода,